Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня наша лекция по дисциплине парадонтология. Она предназначена для студентов 4 курса стоматологического факультета. Лекцию вам будет читать ассистент кафедры терапевтической стоматологии Нургожина Махпал Ерсеновна. Название нашей сегодня лекции называется «Парадонтомы». Давайте перейдем к плану нашей лекции. План нашей лекции – это определение, виды парадонтом, этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика и лечение парадонтом. Определение. Давайте рассмотрим, что такое парадонтомы. Парадонтомы – это доброкачественные опухолевые или опухолеподобные образования, которые образуются на тканях парадонта. То есть, сперва узнать, что такое парадонт, надо знать ткани парадонта, что относится к тканям парадонта. Это у нас, вы знаете, десна, альвелярная кость, цемент и периодонт. То есть, все опухолевые или опухолеподобные образования, которые образуются на этих тканях, они называются парадонтомами. Если перейдем к этиологии парадонтом, она до конца не изучена, также патогенез тоже. Но есть предрасположение, что оно связано с какими-то наследственными заболеваниями. То есть, наследственная предрасположенность, например, при заболевании дауна может встречаться парадонтомы. А также есть мнение, что при эндокринных нарушениях тоже могут развиваться парадонтомы. То есть, особенно это в периоде полового созревания, то есть в пубертатном периоде. Чаще парадонтомы развиваются на местах, где есть какая-то хроническая травма. То есть, это в межзубных участках, где есть у нас какие-то нависающие края пломб или неправильные, неудобные ортопедические, ортодонтические конструкции. То есть, развиваются в области хронической механической травмы. И последнее это хронические заболевания парадонта. То есть, есть мнение, что при каких-то хронических заболеваниях парадонта тоже могут образовываться парадонтомы. Парадонтомы вообще часто они бывают доброкачественные, но есть и встречаются и злокачественные. Чаще всего у нас в практике, в клинике встречаются доброкачественные опухоли мягких тканей. Сегодня мы рассмотрим те виды парадонтом, которые встречаются наиболее часто. К ним относятся у нас это фиброматоз дёсен, фиброма, эпулис или эпулит, его называют это одно и то же, или надисневик его еще называют и парадонтальная киста. Фиброматоз дёсен. Что такое фиброматоз дёсен? Фиброматоз дёсен, это характеризуется он ограниченной или диффузной гипертрофией десневых сосочков, маргинальной десны и альвеолярной десны. Этиология заболевания, так же, как я сказала до конца, не изучена, но он может встречаться в большинстве у подростков или у молодых людей, чаще всего у девушек, преимущество у девушек в период полового созревания. У детей раннего возраста, то есть у маленьких детей, могут встречаться при заболеваниях, при болезни дауна. А также есть такая теория, что фиброматоз дёсен может появляться при применении каких-то лекарственных препаратов и также есть наследственная предрасположенность. Фиброматоз дёсен, он бывает у нас, есть три вида фиброматоза дёсен, это ограниченный, диффузный и тотальный. Ограниченный фиброматоз, так и говорит название, он располагается в области отдельных или каких-то групп зубов. Диффузный, то есть разрастание, могут располагаться на всём протяжении альвелярного отростка. А тотальный фиброматоз, то есть это, так скажем, тяжёлая степень фиброматоза, то есть здесь идёт уже полное разрушение альвелярного отростка, в следствии чего наступает деформация нижнего отдела лица, что обусловлено затруднением смыкания губ. Развитие фиброматоза в период молочного прикуса может приводить к нарушению зачатков постоянных зубов. При диффузном фиброматозе, при молочном прикусе все зубы могут погружаться в эту разрушившуюся ткань. При фиброматозе дёсен на что могут жаловаться пациенты? Пациенты в основном жалуются на неудобства при приёме пищи, при разговоре, а также при эстетических, косметических дефектах, особенно когда он развивается у подростков. Это может привести к каким-то комплексам, к психологическим расстройствам. Фиброматоз дёсен у нас развивается и на верхней, и на нижней челюсти. По мере разрастания можно разделить на несколько степеней, то есть это первая степень, вторая и третья степень. Первая степень это когда гипертрофированная десна покрывает коронку на 1 треть. Вторая или средняя степень, когда разрушившиеся ткани покрывают коронку до 1 второй. Третья, то есть тяжёлая степень, это когда десна покрывают всю коронку зуба. Разросшиеся ткани могут располагаться и с фестибулярной, и с оральной, то есть с небной стороны Разросшиеся ткани с фестибулярной стороны, то есть с преддверия полости рта, они более выражены Они имеют рельефную поверхность, бугристые, закругленные А когда они располагаются с язычной стороны, у них нет рельефной поверхности Они без изменения, просто бывают непрерывный продуктивный процесс Тотальное утолщение всей десны нередко называют слоновостью То есть что характерно у нас для фиброматоза десен Разрастания могут быть дольчатыми или папилломатозными Цвет десны здесь обычной окраски, то есть часто это бледно-розовый И он по консистенции плотный и не кровоточит Лечение фиброматоза десен это только хирургическое путем иссечения Далее можно применить диатермокоагуляцию или криодеструкцию Прогноз фиброматоза десен не всегда благоприятный Потому что после хирургического вмешательства могут быть рецидивы Следующий вид парадонтон это эпулит Его еще называют эпулисом Наддисневик это доброкачественная адентогенная опухоль Которая возникает в местах хронического раздражения Клинически оно проявляется ограниченным разрастанием Десны, то есть он локализуется чаще в области фронтальных зубов В области клыков, резцов и премоляров Он может быть на узкой ножке или на широкой основе Форма эпулиса может быть грибовидная, шаровидная Размер от горошины и более Развивается он рядом только с зубами Так как носит он название адентогены Эпулит или эпулис он покрыт мощным толстым слоем эпителия И состоит из зрелых элементов соединительной ткани Атипичных клеток здесь нет Так как она доброкачественная Но отмечается склонность к переходу зрелой фиброзной ткани У нас есть три вида эпулита Это фиброзный, ангиоматозный и гигантоклеточный Давайте разберем по видам Фиброматозный эпулис Фиброматозный эпулис это наверное часто встречается из всех эпулитов Он бывает плотной консистенции Так же как я сказала цвет здесь может особо не изменяться Он плотной консистенции и не кровоточит Если нет каких-то раздражающих факторов Бывает он на узкой ножке или на широком основании Форму сказали грибовидная или шаровидная Шаровидная здесь опять же идет разрастание зрелой соединительной ткани Пациенты могут жаловаться на неудобства при приеме пищи При разговоре а также на эстетический дефект Следующий вид эпулиса это ангиоматозный Ангиоматозный он имеет более мягкую консистенцию в отличие от фиброзного Опухоль имеет красноватый, нередко синюшный, иногда багрово-красный цвет Он отличается от остальных эпулисов потому что имеет прогрессирующий рост Может достигать очень больших размеров и нередко обуславливает его травматизацию То есть здесь опять же пациенты жалуются на неудобства приема пищи, разговоре и косметический дефект При начальных стадиях эпулида альвелярная кость не изменяется Но по мере разрастания, по мере роста опухоли могут образоваться разрежения Появляются деструкции альвелярной кости Особенно в межальвелярных перегородках Что приводит к дальнейшему подвижности зубов Следующий вид эпулиса это гигантоклеточный эпулис Гигантоклеточный он наиболее редко встречается наверное и всех эпулисов Здесь патологический То есть гигантоклеточный эпулис это патологическая пролиферативная реакция на местные раздражители То есть на хроническую, механическую травму Нет каких-то особенных клинических признаков этого эпулиса Но он может, но он в основном располагается в межзубных промежутках То есть между двумя зубами Может в области сосочков, в области маргинальной десны или альвелярной десны образовываться Или в каком-нибудь беззубом участке Также гигантоклеточный эпулис может иметь узкую ножку или он бывает на широком основании Виды эпулиса мы в основном можем различить по гистологии, по патологической анатомии Если посмотреть гистологию эпулиса Фиброзный эпулис Здесь идет разрастание зрелой соединительной ткани Встречаются отдельные участки костного вещества И встречаются еще остеобласты Изизвившийся фиброзный эпулис с грануляциями еще называют гранулематозным Следующее это гистология ангиоматозного или сосудистого эпулиса Здесь, как и подразумевает название Отличается значительным ростом кровеносных сосудов с полостями Напоминающие кавернозную ангиому И здесь еще присутствуют участки обозвисвления Следующая гистология это у нас гигантоклеточного эпулиса Здесь, опять же, соединительное тканное образование С большим количеством гигантских клеток Которые обладают атипичным ростом Имеются скопления гемосидирина И имеются отдельные окостенелые участки Лечение эпулиса Лечение эпулиса, опять же, только хирургическое Путем иссечения можно применить диатермокоагуляцию И криодеструкцию Так как он образовывается в участке В области зубов Вопрос о сохранении зуба Решается на основании клинических и рентгенологических данных Следующий вид парадонтом это у нас фиброма Фиброма это одиночная опухоль Состоящая из зрелых элементов соединительной ткани Кровеносных сосудов и лимфатических узлов Фиброма развивается медленно Бывают мелкие ограниченные фибромы Бывают массивные фибромы, крупные Обычно они имеют плотную консистенцию Они подвижны Они подвижны и не спаяны с подлежащими тканями При пальпации могут быть безболезненные И цвет может быть обычной окраски То есть пледно-розовая При ущемлении ее между зубами Она может травмироваться, может изязвляться И может здесь образоваться вторичное воспаление Фибромы, что характерно для фибром Они могут располагаться вестибулярно То есть как и с вестибулярной поверхностью зуба Так и с небной, с оральной поверхности Пациенты имеют плотную консистенцию Вытянутая вдоль альвелярного отростка И сказали, что он имеет медленный рост Пациенты при фиброме могут жаловаться Опять же на неудобства Неудобства при жевании Неудобства при разговоре При приеме пищи И косметический дефект И могут они часто травмироваться Лечение фибром опять же Хирургическое путем иссечения Следующий вид Парадонтон Это парадонтальная киста Парадонтальная киста Он развивается при хронической течении Основного заболевания Он развивается на фоне Обязательно основного заболевания При парадонтальной кисте Здесь эпителия полностью выстилает Внутреннюю поверхность кармана Отслаивая надкосницу В начальной стадии заболевания Пациенты могут ни на что не жаловаться Но по мере роста опухоли Может появиться набухание Парадонтальная киста Может развиться и на верхней И на нижней челюсти Мы его можем обнаружить При рентгенограмме На рентгенограмме мы можем Увидеть Очерченный участок Разрежения костной ткани С четкими границами Овальной или округлой формы Но на рентгенограмме Могут быть контуры и не четкие Потому что Она накладывается на рисунок Тела челюсти Из-за этого Лучше всего для диагностики Сделать ортопантомографию Патологические процессы В апрекальном парадонте Могут отсутствовать Это мы можем узнать Путем измерения Электровозбудимости пульпы Лечение оперативное Хирургическое С обязательной Дополнительной фиксацией Лоскута С помощью заранее Подготовленной Временной пластинки Следующая Дифференциальная диагностика При дифференциальной диагностике Мы сравниваем Гипертрофический гингивит Фиброматоз десен И эпулис между собой Как мы можем отличить Гипертрофический гингивит Генерализованный Гипертрофический гингивит От фиброматоза десен Как ранее говорили Фиброматоз десен Он может располагаться Как из вестибулярной Так и с оральной поверхности А гипертрофический гингивит У нас развивается Только в области Десневых сосочков Только с вестибулярной стороны Что отличает его От фиброматоза десен Фиброматоз десен Может быть плотной консистенции Цвет может быть не изменен Не кровоточит А гипертрофический гингивит У нас Там присутствуют признаки воспаления Это отечность Гиперемия Кровоточивость И могут быть обильные Зубные отложения Следующее Как мы можем Отличить гипертрофический гингивит От эпулиса Так же Как я сказала При гипертрофическом гингивите У нас присутствуют Признаки воспаления Эпулис Он в основном Ограниченный В области Отдельных зубов Он может Располагаться На узкой ножке Или на широком основании От фиброматоза Фиброматоз десен От эпулиса Мы так же можем Отличить Фиброматоз десен В основном Здесь идет Генерализованное поражение То есть На протяжении Всего Альвелярного На протяжении Всего Альвелярного Отростка А эпулис У нас бывает Ограниченный В области Нескольких зубов На этом наша лекция Подошла к концу Спасибо всем за внимание